Здравствуйте, мои дорогие! Я Марина Акакьевна, бренд-шеф грузинских лавок в сети ресторанов Уджахури. Сегодня мы будем готовить чурчхелу. На самом деле все очень просто. Нам для этого нужна мука, виноградный сок и грецкие орехи или фундук. Кому что нравится по вкусу. Берем нитку с иголкой и насаживаем. В принципе никакого правила, допустим, по количеству орехов, по длине чурчхелы. У кого какие пожелания, вот так и готовьте. И в принципе наша кухня грузинская. По принципу я тебя слепила из того, что было. И главное получается, как ни странно, все очень вкусно и калорийно. Главное вот. Ну принцип вам ясен. Мы конечно заранее подготовились. Это я вам не буду дальше показывать. Вот пожалуйста, чтобы вы понимали, как это делается. Виноградный сок у нас уже залито в кастрюле. Мы делим пополам этот сок для того, чтобы разбавить муку. Обычно на литр виноградного, чистого виноградного сока у нас идет где-то 180 грамм муки. У кого нету, допустим, муки. Можно перемешку с кукурузной мукой это сделать. Виноград лучше использовать изабеллу. Можно и не с винограда делать, а с гранатового сока тоже. Вплоть до апельсинового. Классика это виноградный сок. Собирали урожай. Устраивался огромный праздник. Собирались с огромной семьей нашей всей. И соседи подключались, конечно, потому что очень было большое количество виноградов. И мужчины предварительно, конечно, хорошенько мыли ноги, залезали в этот огромный чан и топтали виноград. И вот таким образом, ну, раньше, конечно, добывался вот виноградный сок. В основном, конечно, сок делали для того, чтобы сделать вино. И для этого огромные помещения, огромные наши кувшины глиняные, которые называются квеври. Во время войны, когда был голод, да, и на войну люди должны были чем-то выживать. Вот решили вот таким образом как-то прокормить своих мужей, сыновей. И готовились огромное количество этих чурчхел. И наши воины шли на войну вот только с этими чурчхелами. Потому что там грецкие орехи, там фундук, там, естественно, виноградный сок и глюкоза, что, в принципе, и дает силы и возможность выжить в тех трудных ситуациях. Ну, а на сегодняшний день это уже просто очень вкусный десерт. И на все праздники у нас мы с удовольствием сами кушаем и даем своим детям. На литр, я уже вам говорила, что берем муку, заливаем виноградным соком и раскрываем муку, чтобы не было никаких камушков. Ну, так как в Грузии обычно это у нас готовилось на улице, потому что в доме столько количества людей никак бы не поместилось. Поэтому и решили снять этот кадр на улице, чтобы хоть как-то приблизиться к той атмосфере Грузии, которая у нас там. Ну, если вы дома будете готовить, естественно, вы можете употребить там миксер, чтобы так, допустим, не мучиться. Все-таки сегодня все легко и просто. А так как мы сегодня на улице, вот таким путем. Вот так размешиваем до однородной массы, никаких комков не должно быть. Ну, вот наша однородная масса уже готова. И заливаем сок. Значит, заливаем нашу кашу, эту густую. И главное условие, все время надо мешать. Чтобы никаких комков не осталось. А когда закипит, потом еще, наверное, минут 5-10, главное, до такого состояния, ну, она, естественно, загустеет, во-первых, а во-вторых, чтобы не было вкуса муки, привкуса муки точнее. Чтобы у нас чурчхела получилась идеальная. Сегодня мы сделали массу, которая называется татара. В Грузии разные регионы, да, и какое-то, типа, как соревнование, что ли, между регионами. У кого вкуснее и еще у кого что растет в огороде. В пшеничной муке, как мы сегодня готовим. В Самегрелло, так как там очень много кукурузы, изобилие кукурузы, они готовят ее из кукурузной муки. Так вот, в Кахетии она называется татара, а в Самегрелло называется пеламуши. Суть одна и та же, и оба очень вкусные. Когда я была маленькая, и моя бабушка готовила пеламуши, чтобы нас обрадовать и чем-то разнообразить, ну, в моем детстве не было столько, да, вот как сегодня, развлечений. Брали яблоко или сливу на веревочке, вот как я вам показала, с фундуком, да. Вместо фундука яблоко огромное и тоже окунали в эту массу. Ну вот, мои дорогие, наша масса уже готова, как видите, она вот кипит вся, привкуса никакого нету. Ну, можем уже приступить, вот как я вам рассказывала, пеламуши, значит. Вот так разливаем на тарелочку и выкладываем орешки сверху. Вот такую красоту сделали и даем остыть. А теперь можно начать уже готовить чурчхелу. Соответственно, берем вот заранее приготовленные на ниточке грецкие орехи и окунаем нашу вот эту массу. Целиком она должна покрыться и так вот аккуратно ее достаем. Красота какая. И вешаем на заранее приготовленные приспособления. Мои дорогие, естественно, когда нанизываем вот орехи, надо нитки, чтобы были двойные, чтобы была возможность повесить на гвоздик. Вот наши чурчхелы, в принципе, готовы. Оставляем так до завтрашнего утра. Они уже не будут липкими. Можете наслаждаться этим вкусом в течение года. До следующего урожая. Ну вот, мои дорогие, как вы сами убедились, ничего в этом сложного нету. Вполне можно приготовить в домашних условиях. Ну а если не хотите заморачиваться, приходите к нам в нашу огромную большую семью под названием Оджахури. И не только за чурчхелой. Субтитры сделал DimaTorzok